Музыка По всем остальным профессиям в том числе Надо привлекать мотивированных и профпригодных Мотивация сейчас может быть только финансовой На данный момент мы перешли из режима социалистического государства В капиталистические, потому здесь можно говорить о товарно-денежных отношениях Ну я утрирую, конечно По-другому никак, то есть финансовая мотивация Определенные соцпакеты А дальше из привлеченных, мотивированных людей Надо отбирать профпригодных Но в таком режиме могут работать только рекрутинговые центры То есть мотивация финансовая и определение профпригодных Которая осталась у нас от Советского Союза Это ТЦК, то есть бывшие военкоматы Которые гребли всех и вся под мобилизационную метлу Этого нельзя допускать ни в коем случае Социализм и коммунизм должен быть спущен в унитаз Нужно привлекать военкомов, нужно привлекать военкоматы и ТЦК К работе только с госслужащими То есть оставить этот определенный момент Связанный с тем, что все госслужащие должны быть участниками боевых действий И они должны быть привлечены к выполнению боевых действий Тут даже наоборот Если человек не может выполнять определенных боевых действий Его лучше не использовать на госслужбе Особенно в исполнительной ветке власти Потому что лучше, чем военный, никто не исполняет Потому что как раз исполнение есть в армии Один из основных задач исполнения приказа И надо использовать, во-первых, всех госслужащих при выполнении боевых действий Или наоборот, запускать тот же механизм, допустим, как и в Израиле Там основные государственные служащие Они обязательно должны служить в армии То есть иметь определенный статус И в обратную сторону, как только возникает какая-то беда в государстве Именно госслужащие должны стать на защиту этого государства Этот механизм надо запускать А не смотреть на каких-то качков или еще где-то Это совсем не то Качков можно, если есть такая возможность Их нужно привлечь опять, мотивировать Для этого есть рекрутинговая компания Сейчас Министерство обороны запустило Это как минимум пробный шар уже запущен Есть рекрутинговые центры в бригадах Которые могут принимать и такого в том числе рода людей Подходить надо системно, не точечно Эмоционально, а именно системно Пока у нас не будет системной работы по набору профпригодных и мотивированных Мы не получим в армии серьезного оружия в качестве профессионала Все госслужащие должны стоять на учете Вот в этих военкоматах, только как угодно их можно называть Все госслужащие должны иметь военную учетную специальность ВУЗ так называемый Иначе нечего им делать в госслужбе, если они эту госслужбу не могут защищать Сейчас нам надо, у нас есть такая возможность зачистить госслужбу от людей Которые не готовы защищать этот аппарат Которые они в принципе, они и есть этот аппарат И дальше они будут получать определенные То есть и пенсию, и все остальное Именно из госбюджета Потому все госслужащие должны иметь военную учетную специальность И стоять на учете в военкоматах А военкоматы, только их брать на учет И все Но опять, это может быть не военкомат Это может быть какая-то другая мобилизационная схема Встроенная в общий госаппарат А то, о чем вы говорите Это спецучет, который надо снимать однозначно С правоохранительной системы, которая сейчас есть Спецучетом, так называемым Куда не допущены военкомы Я как раз говорю о том, что снять спецучет И военкомов обязать только брать Только призывать в армию под мобилизацию Только госслужащих И дальше возвращать их на ротационной основе 30% госслужащих Это больше 100 тысяч человек Которые могут сейчас заменить на ротационной основе наших воинов Которые уже полтора года, больше полутора лет воюют И потом, опять же, на такой же ротационной основе Через каждые полгода Который еще не прошел горнило войны То есть и дальше мы через полтора года Получим 100% госаппарат из участников боевых действий И, поверьте, это будет самый, наверное, такой устойчивый госаппарат Исполнительные службы Я не имею в виду там политиков Это имеется в виду госаппарат Исполнительной ветки власти Включая в том числе и силовые, все силовые органы Это и Министерство внутренних дел В таможню, милиции, полиции И все остальное, все, что связано с оружием В том числе Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!